В эфире альтернативного телевидения Бурятии новости. В студии Наталья Китаева. Здравствуйте. И вот главная тема. Решение есть. В Рио главы республики Алексей Циденов провел совещание по проблемным объектам долевого строительства. Без отопления электричества. Девушка-сирота получила квартиру, в которой невозможно жить. Напряженные схватки. В Бурятии прошел самый масштабный турнир по вольной борьбе. В Рио главы республики Алексей Циденов в воскресенье провел совещание, на котором были подробно разработаны варианты решения вопросов по проблемным объектам долевого строительства столицы Бурятии. Напомним, более тысячи улан-удэнских дольщиков, которые в совокупности вложили в свое будущее жилье свыше 1,2 млрд рублей, до сих пор не могут въехать в новые квартиры. Некоторые из них вынуждены сейчас платить не только за съемные жилища, но и гасить платежи по ипотеке и кредитам. Подробности далее. В реестре проблемных объектов долевого строительства Улан-Удэ пока фигурирует 9 домов. Степень их готовности составляет от 5 до 96%. Каждый случай недостроен, а совещание рассматривался отдельно. Мы не уйдем, пока не разберемся полностью. Сразу предупредил присутствующих Алексей Циденов и предложил определиться с приоритетами. Вопрос решать надо, просто понять, что какая-то есть приоритетность, очередность. Я поняла вас. Кто собственную квартиру старую продал, взял деньги, уложил в долю, снял съемное жилье и попал. Это одни. У кого есть жилье, он просто там упал на будущее подрастающим детям, вторая ситуация. Третье, у кого все нормально, он просто купил 3-4 квартиры на всякий случай, чтобы потом перепродать. Это третья ситуация. К тому же Алексей Циденов поручил четко разграничить, какие объекты долевого строительства стали проблемными по причине ошибок проектировщиков и строителей, где строительство приостановлено из-за общекризисных явлений, а какие дома стоят недостроенными из-за злоупотреблений застройщика финансовыми средствами дольщиков. Есть дома, которые там осталось 20 миллионов вложить, и дом будет сдан. Есть там проблемы, по тому дому, по которому я сказал, допустим, 7 миллионов мы найти не можем, куда их вложили и куда они вошли. Правоохранительные органы сегодня работают. Все средства, которые ушли неправомерно, вернутся в деньгах или в уголовных сроках, отметил в Рио главы Бурятии. Среди девяти рассмотренных на совещании объектов первым стал почти готовый дом на улице Сахьяновой. Для сдачи дома застройщику не хватает 23 миллионов рублей, а его счета арестованы. Алексей Циденов поручил провести переговоры с собственником земли, где находится дом, и с дольщиками на предмет получения гарантии правительства под залог их собственности. Сейчас был некий такой мозговой штурм, при котором участвовали все ведомства. И мы, естественно, пришли со своими идеями, эти идеи, их немножко поправили, эти идеи. И вот какое-то рабочее сейчас решение уже есть. То есть есть с чем идти к дольщикам, что озвучивать, и, возможно, эти идеи помогут нам достроить наш дом. Предварительный объем средств, необходимых для завершения строительства всех незданных домов в Бурятии, составляет около 540 миллионов рублей. Рекомендации и варианты решения проблем, определенные в ходе совещания по каждому дому, будут включены в проект закона о мерах по завершению строительства многоквартирных домов, признанных проблемными объектами. Документ разрабатывается Минстроем по поручению Алексея Циденова и будет представлен на утверждение на ближайшей сессии Народного хурала. Напомним, что ранее в Рио главы Бурятии уже создал комиссию для защиты прав дольщиков, в которую вошли представители Минстроя Республики, Налоговой службы, Управление противодействия коррупции МВД, госэкспертизы и правозащитники. Алексей Унагаев, Вячеслав Сердиченко, информационный центр «Открытая Бурятия». Так все-таки есть ли выход у дольщиков Байкал-Жилстроя? Продолжаем тему. Дом на улице Комсомольская на совещании обсуждали особенно горячо. Застройщик не в силах справиться с ситуацией самостоятельно, поэтому здание было предложено отдать компании «Бест Плюс» для того, чтобы достроить. Однако дольщики не уверены, что их снова не обманут. К тому же много вопросов возникло и к мэрии изначально. На этом месте должна была появиться поликлиника. Но когда двухэтажное здание было построено, Минздрав отказался его выкупать. Или сейчас республика выкупит площади под медучреждение, то у застройщика хватит денег, чтобы достроить дом. Однако тогда республиканский бюджет попадает на деньги. То есть это была заранее мошенническая схема? Да. Почему это мошенническая схема? Если б не поликлиника, вы бы землю не получили? Ну, в принципе, да. Ну, а в чем речь? То есть землю получили и целевое назначение строительства поменяли? А в чем здесь мошенничество? Я понятен могу. Поликлинику мы построили, город отказался ее брать. И мы сразу же начали строить 9 этажей, 7 этажей надстройки. То есть здесь какая мошенническая схема? А кто поликлинику изначально заказывал? Город ОМД. Вы заказывали поликлинику изначально вы? Конечно. А это в 2010 году? Это в 2010 году договор аренды земельного участка заключался. А построили ее уже? Вводили в эксплуатацию в каком году? В 2012 год. В 2012 год. В 2012 году полномочия перешли с республиката на республику в 2012 году. И наш республиканский бюджет отказался? Отказался выкупать эту поликлинику. Поскольку это уже были не полномочия муниципалитета, возникла такая ситуация. И что тогда? Мы делаем на первом этаже поликлиника? Первый, второй этаж. Одну квартиру можно перенести? И кто покупает ее? Видите, в республике. А цена вопроса. У нас же выговорили. Там нет поликлиники, но у меня есть только фундамент. И все. А для того, чтобы ее привезти в поликлинику по всем саннормам, там еще в два раза больше средств, чем потратили на эту коробку. То есть, если мы покупаем поликлинику, то дом достраивается. Опять-таки, видите, тут 44 ФЗ. Еще Минфина убивает. Говорят, что это самая простая у нас ситуация, но она не решается. Если бы кран начал шевелиться вот так вот, мы бы не собирались и не говорили. Решения принимаются, но их никто не выполняет. Других вариантов решения пути нету. Мы что смогли, решили таким образом пойти, чтобы передать свои активы другому застройщику. И этот дом достроить, чтобы люди здесь не пострадали. Ну, вот обед-таки вопрос. Вы изучили финансовый рынок? На сегодняшний день БЭСТ единственный застройщик, кто строит. К другим темам противостоять Алексею Цыденову один из самых спорных вопросов о так называемом муниципальном фильтре и едином кандидате от оппозиции в Бурятии вновь на повестке. Напомню, «Справедливая Россия» предложила КПРФ и ЛДПР выдвинуть единых кандидатов от оппозиционных сил на пост главы Республики Бурятия. По замыслу инициаторов проекта, это упростит прохождение муниципального фильтра. Таким же образом предлагается выдвинуть кандидатов еще до 13 регионов, где в сентябре состоятся прямые выборы глав субъектов Федерации. Но договорятся ли местные партии по поводу кандидатуры, пока непонятно. Однако у экспертов уже есть версия на этот счет. Муниципальный фильтр – это 7%, который есть. Здесь, конечно, в начале, когда это устанавливали, вроде бы нужно было, но на сегодняшний день участвуют только партии. Поэтому я считаю, что с другой стороны, пройти этот фильтр, конечно, случайно люди не пройдут. Поэтому актуальность, мне кажется, теряется. Поэтому что будет там 7%, 5%, никакой разницы не будет. Не всегда наши кандидаты проходят, к сожалению. И поэтому борьба достаточно серьезная, тем более первое лицо руководителя субъекта. Не всегда мы боремся в равных условиях с другими, с партией власти. И поэтому, конечно, нам любая поддержка и любая консолидация, она, я думаю, будет полезна. То есть вы не согласны пойти на объединение? Нет, в принципе, мы такого не говорим. То есть мы не поддерживаем, не утверждаем, что мы пойдем, и не утверждаем, что мы не пойдем на объединение. Потому что в некоторых регионах это было бы интересно. В принципе, в Бурятии это тоже возможно, и мы готовы поддержать сильного кандидата и выставить его. На мой взгляд, это попытка в первую очередь объединить и без того небольшие ресурсы оппозиции в единый некий блок политический, чтобы противостоять достаточно мощному кандидату, как Алексею Циденов. И в результате этого формируется некая политическая коалиция, не столько даже политических партий, сколько групп влияния, которые объединили свои интересы в противостоянии действующему, временно исполняющему обязанностям. Естественно, недостатки одних групп влияния и достоинства других могут сыграть как в плюс, так и в минус. В чем смысл делать это? Я, честно говоря, ответа не знаю, но развеется, что только как пиар-ход. Когда не у кого просить защиты, девушки Сиросе передали квартиру без электричества и отопления. Уже шесть лет Мария не может не только продать ее, но и попасть внутрь. Потому что в комнате нет ничего и никого, кроме бомжей, которых даже не получается оттуда выгнать. Подробности далее. Мария Казинец. Сирота. Воспитывает дочь. В 2011 году после окончания училища ей предоставили жилье. Но жильем это назвать сложно. Комната площадью 12 квадратных метров в старом гниющем доме. Отопления электричества в этой маленькой квартирке нет. Вместо стекол на окнах обычный полиэтилен. Казалось бы, жить в таких условиях просто невозможно. Но жильцы нашлись. Причем незаконные. Абсолютно незнакомые героини сюжета люди проживают в квартире уже шесть лет. И накопили немало долгов по коммуналке. За все эти шесть лет я так и не смогла никого выселить. Несколько раз обращалась в милицию. Выселяли. Все равно они там оказывались. Железную дверь ставили. Железную дверь сняли. В конце они оттуда не выселяются. Ничего решить я не могу. Решила продать эту комнату. А ей красная цена 250 тысяч. Ну это долги погасить. И больше ничего там не останется с этих денег. Вот когда она только заканчивала это несчастное училище, она ездила туда, ходила, ну то есть пыталась вселиться. И вот администрация этого колледжа, где она училась, пишет акт о том, что невозможно там проживать. Вот на сегодняшний день, то есть направлена нами претензия, подали мы, так сказать, в суд нормального ответа, так от органов самоуправления местного нету до сих пор. Как ответили девушки, 11 квадратных метров, которые положены ей по закону, она получила. Соответственно, и решать тут нечего. Мы попытались зайти в эту злосчастную комнату и пообщаться с теми, кто там живет. Сначала дверь нам не открывали, но в итоге нам все же удалось попасть внутрь. Вы четыре года здесь находитесь, и ни разу не платили ни за что. Ни электричество, ни отопление. Вы на окна посмотрите, где железная дверь? Ее украли. Сняли? Когда я отсюда у вас выселила, вы сняли дверь? Нет, не я ее сняла. Ее украли. Он уже покойный. Маша, пожалуйста, до мая. Когда выселяться будем отсюда? Давай до мая, пожалуйста. И снова до мая. Каждый год незаконные жильцы давят на жалость и обещают одно и то же – съехать после зимы. Но в итоге ничего не меняется. Даже продать такую квартиру сейчас попросту невозможно. Девушка обратилась в суд и надеется на помощь Фемиды. Ведь только таким путем она может рассчитывать на нормальное жилье. Чингис Ачиров, Александр Лупсанов, АТВ. Между тем в Улан-Удэ приехал добрый доктор из Санкт-Петербурга. Пускай и ненадолго. Но дети из Бурятии получили возможность обследоваться у одного из самых опытных врачей России по вопросам нарушения опорно-двигательного аппарата и нервной системы. Подробнее расскажет Бунда Мунхоев. Ахондроплазия – врожденное заболевание. У юной пациентки нарушение роста костей, из-за чего спинной мозг находится под постоянным давлением. Диагноз настолько страшен, что лишь одно резкое движение головой привело к расстройству продолговатого мозга. Теперь девочка вынуждена дышать через специальный аппарат и находится под постоянным наблюдением у нейрохирургов. Сегодня ее осмотрел врач, который специально приехал из Санкт-Петербурга. После МРТ, если там улучшилось состояние подолговатого мозга, можно поднимать вопрос о том, чтобы выполнить огранированную цивиликальную фиксацию. То есть, с помощью инструментария закрепить, соединить череп с шейным отделом позвоночника. Девочке необходимо хирургическое вмешательство, но пока операция под вопросом, можно ли ее будет сделать, определят после томографии. Однако, такие осложнения единичны, а вылечить большую часть заболеваний возможно силами и местных врачей. По словам приезжего доктора, основная проблема кроется в незнании родителей того, как получить медицинскую помощь. У меня нареканий никаких нет. Единственное, что бывают просто какие-то информационные такие сложности, когда пациенты, допустим, не информированы или информированы, они по какой-то причине не обращаются к врачам. Несмотря на то, что в Бурятии полно хороших врачей, уровень нашей медицины отстает от западных стандартов. И прежде всего, в плане оснащения медучреждений. Потому визит столичного специалиста важен не только для пациентов, но и для врачей. Если сравнивать уровень оснащения и опыт центральных клиник, их специализированность, узкую специализированность, зачастую центральных клиник, здесь, конечно, они значительно превосходят уровень нашей региональной медицины в Республике Бурятия. Именно ортопед травматологической службы. Поэтому здесь, конечно, специалисты очень нужны. Это будет и для детей польза, и для наших специалистов, наверное, тоже будет большая польза. Потому что совместно идет и помощь детям, и сразу наверняка будет какое-то совместное обучение. За два дня Андрей Александрович обследовал около 70 детей. Завтра консультации и рекомендации врача ждут еще полсотни пациентов из Бурятии. Бода Мунхоев, Юрий Шабаганов, АТВ. И в продолжение темы сегодня у нас в гостях заведующий вторым ортопедическим отделением для детей с поражением центральной нервной системы Института Альбрахта из Санкт-Петербурга Андрей Першин. Андрей Александрович, здравствуйте. Ну вот прилетели вы вчера, 40 консультаций вчера провели, сегодня 60. Вот расскажите, насколько, не знаю, серьезные запущенные случаи, да? К счастью, запущенных случаев у нас здесь нет. Пациенты с нейроортопедической патологией находятся здесь в хороших руках, надежных. То есть они обследуются регулярно, им вовремя выявляется какая-то вторичная патология в виде вывиха в бедер, деформации суставов. Пациенты направляются либо в реабилитационное лечение учреждения края, либо куда-то за пределы, в том числе в Москву, в Петербург. То есть грубых запущенных случаев я, к счастью, не видел. Ну вот порядка 40, получается, 100 консультаций. Сколько из них детей поедет на лечение? Примерно на лечение к нам в центр мы пригласили более половины пациентов. И значительная часть из них – это пациенты, которым требуется хирургическая коррекция либо деформации позвоночника, либо деформации костей, суставов и мышц. Ну, к вам в клинику обращаются пациенты из разных регионов страны. Где ситуация, ну, скажем так, где-то наиболее запущена, где всё-таки более-менее, да? У нас традиционно складываются, может быть, ну, вот если пациенты из какого-то региона приезжают, им понравилось, они продолжают приезжать к нам дальше, и к нам за ними идёт поток пациентов из этого региона. Каких-то информацию о тех регионах, откуда пациенты мало приезжают, у меня нет, потому что пациентов оттуда мало, я не знаю, что там за ситуация. Ну, просто из вашей практики. В принципе, как бы сказать о том, что есть регионы, где, конечно, очень на таком современном уровне налажена помощь, отбор пациентов на госпитализацию, на лечение, всё делается вовремя. В некоторых регионах, естественно, есть информационный вакуум, и пациенты, и врачи не всегда полноценно осведомлены о тех возможностях, которые есть у них бесплатно в рамках лечения в нашей стране. Поэтому, может быть, это связано с этим, что не из всех регионов пациенты могут приехать на лечение, просто потому что они не информированы. А с чем связана ситуация, что аномалии всё-таки, они вот сейчас возросли, да, они растут? Количество пациентов с аномалиями развития, с ДЦП, во многом, может быть, связано с развитием медицины. Это такая цена, которую мы платим за возможности, которые мы получили, потому что выхаживая недоношенных детей, детей с тяжёлыми заболеваниями перинатального периода, которые раньше, там, сто лет назад, например, умерли бы, сейчас они получают возможность жить, но значительная часть из них получает повреждения нервной системы, иногда необратимые, которые проявляются всю жизнь в виде детского церебрального паралича. Вот 15 марта уже летаете обратно, а как-то можно с вами связаться, проконсультироваться, да, не приезжая в клинику? Как это можно сделать? Мы готовы к дистанционному консультированию, можно написать электронное письмо либо на электронный адрес заведующего, это на сайте нашего института, заведующего вторым отделением электронной почты, либо на электронную почту института. А полное название скажите? Института. Институт – это научно-практический центр реабилитации и протезирования медико-социальной экспертизы инвалидов Министерства труда России имени Альбург, это в городе Санкт-Петербург. То есть можно идти в интернете? Да, можно выходить, есть в интернете сайт, есть адреса электронной почты, можно свободно обращаться, все обращения мы рассматриваем, мы бесплатно отвечаем на всё. Андрей Александрович, спасибо за беседу, а мы продолжаем выпуск. Ценность инклюзии состоит в том, чтобы не только в школах, но и в обществе в целом люди с инвалидностью и особенностями развития воспринимались так же, как все. Чтобы еще раз напомнить об этом, с 14 по 23 марта Бурятия примет участие во Всероссийской неделе инклюзии. Инклюзия, вообще само понятие философии инклюзии, означает это включение людей в общественную жизнь. И на сегодняшний день мы говорим о том, для чего проводим, собственно говоря, все эти мероприятия, для того, чтобы еще раз общество обратить внимание на людей, которые имеют ту или иную инвалидность, те или иные ограничения жизнедеятельности и призвать, наверное, к тому, чтобы они их включали в наше общество. В рамках этой программы пройдут специальные тренинги для педагогов, фотовыставки, уроки добра и толерантности в школах, а также мастер-классы по спортивным настольным играм. Кроме того, 20 марта в People's Park состоится фестиваль кино без барьеров. С утра до вечера зрителям будут показывать социально значимые фильмы и мультфильмы про героев-инвалидов. В программе кинофестиваля будут 4 сеанса, 8 фильмов и мультфильмов представлены про успешные истории, про успешных героев с инвалидностью. Эти работы являются участниками, победителями седьмого международного кинофестиваля, который прошел в этом году в городе Москва. Перед заключительным кинопоказом состоится награждение победителей регионального фестиваля инклюзивных практик. Коротко о других событиях. Гостиницу ГСР в Улан-Удэ вновь выставили на торги. Миномущество Бурятия объявило аукцион по продаже акций известного гостиничного комплекса ГСР. На этот раз республиканскую собственность пытаются продать за 227 миллионов 200 тысяч рублей. Напомню, ГСР – одна из четырех сертифицированных гостиниц города и единственная в категории «Три звезды». Для участия в аукционе необходимо внести задаток. Без малого – 45,5 миллиона рублей. Во время торгов шаг к повышению цены составит 100 тысяч. Правительство России обязало организаторов активных видов туризма не позднее, чем за 10 рабочих дней информировать территориальные органы МЧС о маршрутах передвижения, если они могут быть опасными. К опасным направлениям относятся туристические маршруты, проходящие по труднодоступной местности, водным, горным и другим объектам, связанным с повышенным риском для жизни и причинением вреда здоровью туристов, а также их имуществу. Напомню, накануне четверо туристов попали под лавину на горе Мамай в Кабанском районе Бурятии. При сходе лавины погиб гражданин Франции. Группа не была зарегистрирована у спасателей. Но это еще не все. Жители Бурятии просят сообщать о некачественных продуктах. Управление Роспотребнадзора по Бурятии с 13 по 27 марта проводит консультирование граждан по вопросам качества и безопасности продуктов питания. Обращения граждан в случае обнаружения некачественного продукта в магазинах принимаются по адресу Ключевская, 45 Б. Самый масштабный турнир по вольной борьбе в Бурятии завершился накануне. Международные соревнования на призы главы собрали более 100 спортсменов из 9 стран мира. В течение двух дней на борцовских коврах шли напряженные схватки. О том, как прошел турнир, расскажет Аюна Очертарова. 22-й международный турнир по вольной борьбе на призы главы прошел при полном аншлаге. Трибуны ФСК были заполнены фанатами любимого в Бурятии вида спорта. Зал горячо приветствовал спортсменов, а вице-президент Федерации – жители республики. Говорили о том, что мы будем сделать все вместе с правительством республики, но, к сожалению, старались мы, но у нас больших результатов мы не выдали. Федерации борьбы России очень рассчитаны на нашу совместную работу во благо развития нашего красивого любимого вида спорта, это вольная борьба, именно Бурятия, потому что Бурятия всегда любила, и в Бурятии всегда были выдающиеся борцы. Бурятия – это национальный вид спорта, именно наш вид спорта, именно вольная борьба. Будем принимать меры, чтобы борьбу в Бурятии поднимать на более высоком уровне. На турнире выступили более сотни спортсменов, 60 из которых оказались представителями Монголии. Но соседи решили брать не только количеством, но и качеством. Сборная приехала практически олимпийским составом. Это дружеское отношение, традиционно, мы ежегодно приезжаем на этот турнир, участвуем. Перед этим турниром мы обязательно проводим совместный сбор, поэтому на этом турнире ежегодно большим количеством участников мы участвуем. И мы уважаем это гостеприимство бурятских народов. Бурятию представляли 17 борцов, только те, что имели допуск к соревнованиям такого уровня, так как турнир входит в календарь Международной Федерации и является лицензионным. Кроме ограничений это дает участникам много бонусов. Например, победители получают право бороться на голден гран-при Иван Ерыгин или могут стать мастером спорта международного класса, но при определенных условиях. Это статус, это также на выполнение мастера спорта международного класса, но там должно присутствовать 15 стран. Стран было, получается, 9 стран. Кто выиграл, конечно, сейчас не удастся, но мы будем над этим работать, чтобы и правительству нужно уже как бы знать, что если будут выигрывать наши ребята этот турнир, то будут выполнять мастера спорта международного класса. Сразу же после этого турнира уже надо работать над тем, как его проводить и приглашать в страны. Это уже заранее делается, за год назад, и все страны будут к нам с удовольствием приезжать. Призовой фонд надо поднять, тогда будут приезжать. Где хороший призовой фонд, в основном туда ездят бороться. Всем нужны деньги, как говорится. Дома очень приятно выигрывать, очень приятно, поэтому настраивались на этот турнир все, чтобы выиграть. И так удачно все сложилось для многих ребят, и в том числе для меня. Евгений Жирбаев стал лучшим в весовой категории до 70 килограммов, успешно справившись в финале с Иваном Филипповым. В самом тяжелом весе отличились два наших спортсмена. В схватке за третье место Цибик Максаров эффектно победил Монгола со счетом 12-2, проведя серию накатов. Балдан Цижипов встретился с действующим чемпионом России, Мухамагази Магомедовым. Вперед вырывался то один, то другой. В итоге тяжелой схватки Балдан оказался сильнее. Удача сегодня была на моей стороне, но схватки были тяжелые, финальные особые, я особенно сильно устал. Он такой неудобный соперник для меня, он много раз ему проигрывал и выигрывал. Чувствительный, ему сложно что-то сделать, он еще давно боремся, знает мою борьбу, как защищаться. И очень тяжело было с ним бороться тоже. Весовой категории до 97 килограммов Бурятию представлял молодой вольник Юрий Власко. Спортсмен провел три успешные схватки и вышел в финал, где победу получил без боя. Соперник Власко Юрий Белановский был травмирован и снят врачом. Кроме золотой медали Юрий Власко получил еще и спецприз от спонсора 100 тысяч рублей, как лучший борец турнира. Также золотыми медалями отличились Алексей Боровицкий и Тамир Гармаев. В целом же наши борцы завоевали три бронзовые медали, три серебра и пять золотых. Победители турнира получили приз в размере 90 тысяч рублей, обладатели серебра 60, а за бронзовую медаль 30 тысяч. Арина Чертарова, Юрий Шабаганов, Вячеслав Сердюченко, АТВ. На этом у меня все. Смотрите новости АТВ также на нашем сайте bycaldefisatv.ru. Делитесь впечатлениями, оставляйте комментарии. С вами была Наталья Китаева. Всего доброго. До встречи в эфире. Стиль ведущей. Магазин модной женской одежды «Леди Шарм». Торговый комплекс «Галакси». Первый этаж. Бутик 109. Телефон 8 950 386 8034. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова